Здравствуйте, Вадим Анкул, привет! В августе 2014 года во время реконструкции улицы композиторов Ромьёвых Саш Клейн, Национальное достояние, дом входящих приезда памятника префектуры мой бывший планированный музей города, он же Павел Сейнеров. В Российской Федерации преступлением является как действие администрации, так и бездействие. С 2014 года данная памятника архитектуры федерального значения, по-моему, не покрывается крышей и никак не защищена от осадков. Для имитации горной деятельности фасад затянут конъюрт с имитацией окон, а крыша не установлена. В связи с этим закрепляется вопрос, под кого поджигали, ну под кого сжигали, и второй, когда вы покроете данные памятника архитектуры крыши с целью сохранить национальное состояние. Вода, трещины, разрушения там. Да, дело в том, что в пару сен и просто с перехода нулевой температуры кирпич просто будет рассыпаться. Это первый вопрос. Второй вопрос. Это жители Ивана Франко задают очень важный вопрос. В городе Москва ревновация происходит следующим образом. У вас пятиэтажку отнимают, вместо нее вам дают более высотное строительство, в этом же микрорайоне вы проживаете. Что происходит в Чапарсавре? Улица Текстильчиков и Ивана Франко. Кабинат. Старожилы проживают практически в центре города с 50-х годов. Ну, три дома, или даже больше, Текстильчиков семь, Текстильчиков девять, Ивана Франко двор сносятся, а этим гражданам переселяют принудительно в Соляное, то есть в территорию бывшей сельхозназначения. То есть там земли в Соляном были сельхозназначения, переведенные недавно в городские поселения. А жители центра города вынуждены под вашим давлением переезжать в неблагоустроенные микрорайоны, в плохое жилье и лишаться своего центра. В связи с этим вопросом, под кого эти дома сносятся, что вы там запланировали, и когда вы прекратите жителей центра переселять в Загород? Вот эти два важных вопроса по национальному состоянию и памятнику истории, это очень важный вопрос. Ну и также прекратите переселять. Спасибо. По памятнику артисты, которые находятся сегодня на большинственном центре города, на Арбате, насчет того, кто поджигал, от кого поджигали, я сказать не могу, но на сегодняшний день сноса данного здания не предполагается, и мы активно ищем инвестора для того, чтобы можно было это здание восстановить. То есть на сегодняшний день, да, действительно, там баннер висит, но мы не можем поставить без окон, без дверей данные сооружения, поэтому, конечно же, для того, чтобы обозначить, что действительно здесь здание есть, баннер повешен, он висит на сегодняшний день. Мы этот вопрос обсуждали буквально на прочей неделе. Мы обсуждали этот вопрос. На конкурсной основе будем пока ищем инвестора, но это все будет открыто и после обсуждения. Никто подговор, ни подговор, никакую территорию сегодня не готовит. Это по первому вопросу. По второму вопросу, ну, надо понять программу реновации и программу переселения из аварийного жилого форта. Это две разные программы, которые сегодня работают на территории всей Российской Федерации, в том числе и Москве. Значит, никто никого не заставляет. У нас правопоя государства. И люди, которые не хотят переселяться, они с нами судятся, они у нас отсуждают. И есть несколько форм, по которым мы сегодня решаем. Поэтому переселение из аварийного жилого фонда не будете, пожалуйста, с соревновацией, когда мы начнем сносить ошибку, щетки и все остальное. Ни под кого, никакая территория не готовится, если вы слушали внимательно мой доклад, я сказал, что у нас освободится после сноса аварийного жилого фонда 269 участков. Мы выставим это все на обсуждение. И после обсуждения будем поднимать решение на основании пожеланий горожан, каким образом использовать данную территорию. Поэтому ничего никто не подговор ни о той территории ни о той территории ни о той территории это все будет проходить согласно обсуждению общественности и на конкурсной основе если там будут приняты какие-либо решения. Спасибо. Вы не ответили на вопрос крыши, когда подкроется историческое... Крышу пока крыть не можем. Я вам сказал, что мы ищем инвестора для того, чтобы эти работы были проведены. Для того, чтобы просто подкрыть крышу на сегодняшний день это ничего не даст. Нам нужно сегодня провести обследование, нам нужно сегодня принять решение, что там будет и нужно выставлять на обзор. Поэтому я вам говорю, что сегодня строительство крыши там не предполагается. Это же мертвая ситуация. Смотрите, вы инвестор под музей не найдете никогда. У меня другого ответа нет. Под комбинат общественного питания только в путь. Спорить можно только, у меня другого ответа нет. Тут федеральные средства надо привлекать. Без федеральных средств у нас бюджет города не достигло до 10 миллиардов рублей. Значит, порядка 60% как минимум это федеральные земли на выполнении всех программ. Поэтому федеральные деньги сегодня выделяются. Но, к сожалению, наверное, и у федерации несколько денег для того, что все проблемы города Чебоксары решили одним годом. Спасибо, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Сокрова Елена Николаевна, великий город Чебоксары. Пожелаю вам уроки.